Всем здравствуйте! На днях стало известно об уходе народного артиста РФ Фёдора Добронравова из Театра Сатиры, где он проработал больше 15 лет. Сам Фёдор Викторович объяснил своё решение усталостью, худрук театра Александр Ширвиндт поддержал Добронравова и назвал его свободным художником. Теперь актёр, исполнитель роли Ивана Будько сможет спокойно сниматься в новом сезоне сериала «Сваты». Об увольнении Добронравова из Театра мы поговорили с Кариной Мишулиной, которая также служила в сатире, но была вынуждена уйти после череды скандалов, спровоцированных на телевизионных ток-шоу Тимуром Еремеевым. Фёдор Викторович, блистательный артист и удивительнейший человек, от него всегда шло такое тепло, вспоминает о своей работе с Фёдором Добронравовым Карина Мишулина. Когда он только пришёл в театр в начале 2000-х, он сыграл в постановке «Слишком женатый артист». Я помню, как он покорил своим талантом не только меня, но и всех, кто его увидел на сцене. Потом уже его заметили режиссёры и стало идти в гору карьера в кино. У него прекрасная семья, дети, внуки, а с женой такая любовь у них. Слышала, что многие считали его преемником Шервинта. Бывают же разговоры в кулуарах. Порой обсуждали, что если Александр Анатольевич решит уйти на пенсию, кто же встанет на его место? Многие называли имя Фёдора Викторовича, ведь он болеет театром, может ставить спектакли как режиссёр, да и человек свой. Не верю я, что человек, который живёт театром, мог от него устать. Насколько я знаю, у него в последнее время появилось много работы на стороне. Антреприза, кино, по-моему, ещё и свои кинокомпания. Поэтому, возможно, он просто понял, что не может всё совмещать. Многие артисты из-за этого уходят из театра, нельзя разорваться. Ко всему прочему, не так давно он перенёс инсульт, насколько мне известно. Соответственно, думаю, он решил подумать о себе и своей семье. Пришлось выбирать. Не надо тут искать подводных камней. Обстановка в театре всегда была хорошей, мы дружили между собой. Не было в сатире атмосферы злобы. Театр сатира, мой дом, я выросла в нём. Если мои ценности не совпали с их ценностями, это не значит, что они плохие. У каждого своя правда. И спасибо за то, что я ушла. Только сейчас поняла, как хорошо быть независимым артистом, не привязанным к театру. Мне нужно своё время постоянно подстраивать под театр. Поэтому я и понимаю Фёдора Викторовича. Я кайфую от своей независимости. А у нас на этом всё. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока.